Да, орфоэпия. 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 Орфоэпия в переводе греческого означает правильная речь. А именно, ни в одном языке мира практически не читаются звуки ровно так, как они пишутся. Конечно, да, что-то притупляется, что-то видоизменяется. Есть под ударением один звук. Поэтому есть понятие написанного слова, есть понятие транскрипции. Почему так испуганно смотрят? С транскрипцией те же сталкивались, особенно когда изучали иностранные языки. Вот в русском языке тоже есть транскрипция. Например, предлагаю вашему вниманию слово «обрыв». Напишите его, пожалуйста. Если бы мы его читали ровно так, как оно записано, мы бы прочитали его «обрыв». Однако мы при произнесении этого слова почему-то говорим «обрыв». И таких примеров сегодня будет очень много и с гласными, и с согласными. Есть некоторые нормы, да, и, к сожалению, люди из разных регионов, да, говорят по-своему. И как бы это то, что называется диалектом. Это то, с чем боролся профессор Хиггинс, когда он работал над Лизой Дулиттл в пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион». Это именно, например, да, когда в северные диалекты, да, вместо «г» говорят «х». Например, мы очень часто слышим, да, вот такое некоторое отупление звука. Или, например, была чудесная история с нами случилась. Мы были в Архангельске, и там покупали, ну, какие-то там безделушки, сувениры, и там штампик был на чек о том, что мы оплатили товар. Было написано «не оплачено, оплочено». То есть, как они говорили, так они и составили эти буквы. И вот наша с вами задача более-менее осознанно, да, подойти к процессу воспроизведения слова. Но чаще всего интуитивно люди говорят правильно. Но наша задача, да, сейчас акцентировать на этом свое внимание, чтобы понять, где есть какие-то проблемы. Например, начнем мы с гласных звуков, с тех самых гласных звуков, с этим самым безударными «о» и «а». Так и предлагаю вам написать. Безударный «о» «а». И напишем просто пару примеров. Один у вас уже есть, это слово «обрыв». И, например, напишем что-то, как слово такое же короткое, как «обрыв», это «аркан». В слове «аркан» первое «а» безударное, она не изменяется, да, она просто произносится короче, чем та «а», которая под ударением. Аркан. Есть такое понятие, с которым я тоже часто борюсь, и которое вам очень часто произношу. Это называется многоударность. Представляете, что это такое? Что, по идее, самый длинный гласный звук – это гласный, который находится под ударением. Аркан. Обрыв. Многоударность – это когда безударные гласные, к сожалению, в речи у нас тянутся так же долго, как ударные. Аркан. Бронетранспортер. Это вот мое любимое слово, мой любимый пример. Аркан. Обрыв. В слове «аркан» на первое «а» просто короче, чем второе, в слове «обрыв» мы «о» произносим как «а». Соответственно, да, можно вывести из этого правила, что «о» и «а» безударные, в начале слова «а» не изменяется, а «о» произносится как «а». Интуитивно, я думаю, с этим мы все справляемся. Пункт второй. «О» и «а» в первом ударном слоге. И записываем такие примеры, как «мгновенье» и «караван». И советую сразу писать транскрипцию. Запомнил слово «мгновенье». Безударное «о» в слове «мгновенье» произносится как «а». При этом, да, самые длинные гласные – это «е» – мгновенье. Соответственно, наша задача не подчеркнуть «мгновенье», да, а «мгновенье», что-то между «о» и «а». И, соответственно, в слове «караван» та же самая история. Мы имеем две короткие «а» и длинную на конце. «Караван». То есть они практически сгладываются. Вот в слове «караван» очень просто допустить ту самую многоударность. «Караван». Чего, да? Вот чуть-чуть удлиним первую «а» и все, его потеряем слово. «Караван». Для тех, кто испытывает трудности с этим произнесением, помогает такая история, как дирижирование. То есть мы на ударный слог делаем некоторый акцент шестовой. «Караван». И тогда все само собой научится. И как бы если вообще мы сейчас проверим это, да, на каждом из вас, если вы заметите, что есть некоторая трудность, лечится это очень просто. Мы берем любой текст, хоть букварь, хоть книжку, и каждое слово проставляем в нем ударение. «В моей стране покой осенний». И в каждом слове пишем «в моей стране покой осенний». И читаем вслух. И глаз привыкает. И как бы потихонечку мы настраиваем слух, да, вот на единое удаление в каждом слове. Это такая, как лечилка. Так, переходим к бездарным гласным «а» и «о» на втором и третьем месте. И пишем такие слова, как «дармоед» и «зорька». Например, в слове «зорька» есть очень большая тенденция удлинить заударное «а». «Зорька». И тогда «а» вылезет. И появляется тот самый простонарочный «зорька». Наша задача то же самое. «Зорька». Соответственно, слово «дармоед» у нас беззаударное «а», оно сглатывается между «ы» и «а». «Дармоед». Между «ы» и «а» произносит. И мы найдем еще несколько примеров, да, на каждый случай. И давайте проверим из того, что можно проверить. Сейчас просто под диктовку запишем текст, да, и попытаемся его прочитать. «И я» средь бури жизни шумный искал внимание красоты. «И я» запятая «средь бури жизни шумный» запятая «искал внимание красоты». «Глаза прелестные». «Глаза прелестные» читали. «Меня с улыбкой и любви» И я средь бури жизни шумной искал внимания красоты. Глаза прелестные читали меня с улыбкой любви. Уста волшебные шептали. Уста волшебные шептали мне звуки сладкие мои. Получилось? Не повторим. И я, запятая средь бури жизни шумной запятая, искал внимания красоты точка. Глаза прелестные читали меня с улыбкой любви точка запятой. Уста волшебные шептали мне звуки сладкие мои. Многоточие. Что предлагаю? Очень-очень полезное стихотворение. С точки зрения, мы сейчас на нем изучим, очень много правил. Помимо правил арфаэпи, то есть правильного произнесения звуков, мы еще коснемся такой темы, как интенсионное обозначение пунктуации. Мы с вами уже говорили об этом. Что в русском языке есть абсолютно точные, интенсионные, смысловые, как озвучить многоточие, как озвучить точку, как озвучить точку запятой или запятой. Как, например, вопрос или восклицательный знак. Например, в английском языке есть такое правило. Если ты неправильно составишь порядок слов, как бы ты конец предложения не поднимал, а-а-а-а, все равно никто не поймет, что это вопрос. В русском языке у нас не так. Мы можем делать любой порядок слов, и только с помощью интонации мы делаем это утверждением, некой недосказанностью многоточием или восклицательным знаком. Вот предлагаю нам на примере этой самой первой строчки. И я в средь буре жизни шумный искал внимание красоты. У нас есть две запятые и точка. Если кто-то занимался музыкой, то, наверное, может себе представить, что есть такой понятий, как приход в тонику. Что есть некоторая тональность, есть приход в тонику, как некоторый устой. Вот точка всегда, и как учил меня мой учитель музыки, что приход в тонику, это как наслаждение, окунувшись в теплую ванну после долгого-долгого пути. Это то же самое нужно наслаждение испытывать, когда мы приходим к этой точке. Это самая нижняя нота в нашем музыкальном диапазоне. Я имею в виду, не каждую точку мы означаем внизу, а в данной тональности. Вот если в данной тонике, это самая нижняя нота. Соответственно, запятые всегда мы обозначаем чуть... Запятые всегда выше, чем в точке. Сейчас объясню, что я имею в виду. А давайте мы попробуем прямо с вас. Спасибо, а теперь смотрите, просто любопытное наблюдение, что тот шепот, который доносится оттуда, он гораздо более четкий, чем тот голос, который подойдет и вы, потому что мотивацию больше. Не надо кричаться. Вот, понятно, что уровень мотивации повысит. И я средь бури жизни шумной искал внимания красоты. Так. Запятые, да? Запятые – это всегда некая цезура. Это всегда пауза. Дальше. Попробуйте вот как себе можно проставить, да? Попробуйте цезуру себе проставить, как галочки, например. Вот над запятыми. Чтобы глаз привыкал, да? То запятые – это всегда цезура. Поехали. И я средь бури жизни шумной искал внимания красоты. Спасибо. Дальше. Вы уже. Дальше. Это же. Да. А, я. Дальше, дальше. Глаза прелестные читали меня с улыбкой и любви. Устала, что мы читали. Нет, успели бы зафиксировать или нет? Что красоты и любви у нее прозвучало на одном тоне абсолютно. Таким образом я интенсивно решила, что это точка. Я как зритель, да? Потому что первую точку я очень четко услышала. Точка запятой, да, это некоторая перспектива. Если точка – это точный конец мысли, эта точка отгораживает одну мысль от другой мысли. Часто, чаще, что противоположная, часто нет. То точка запятой – это некоторая перспектива. Поэтому попробуйте, да, даже психологически идти дальше. Еще раз началась. Да, если можно. И я средь бури жизни шумной искал внимания красоты. Глаза прелестные читали меня с улыбкой и любви. Уста волшебные шептали мне звуки сладкие мои. Вот. А теперь моим и поставили то, что точку от тучку. Тучку. А Пуркин поставил многотокий, да, то есть максимальную зависимость, да? То есть нечто, да, что вообще растворяется в мире и не находит ответа. Попробуйте. И я средь бури жизни шумной искал внимания красоты. Глаза прелестные читали меня с улыбкой и любви. Уста волшебные шептали мне звуки сладкие мои. Спасибо. А теперь, да, никто с предком произнесения согласного звука в господа не отменял. Все-таки, да? Как-то я, прося, да, желаю... Просто тяжеловато чуть-чуть. Тяжеловато, что ты мог? Горло болеть. Нет, горло, да. Это понятно, да? Согласно. Согласно же совершенно. Это понятно, я просто... Нет, мне непонятно через полтора месяца общения с вами. Поехали. Еще раз. Да. И я средь бури жизни шумной искал внимания красоты. Глаза прелестные читали и мне с улыбкой и любви. Уста волшебные шептали мне звуки сладкие мои. С арфаекой все в порядке. Интуитивно, вы абсолютно правы. Есть еще такое понятие, как звуковая среда. Почему я об этом заговорила? Люди, которые, например, живут в Архангельской области и с самого раннего детства воспринимают вот это оконье. Им очень сложно приучиться, потому что есть понятие языковой среды. Это то, в какой, да, среди каких слов мы живем каждый день с раннего детства. Если это ребенок родился в семье эмоционально до детки, ему сложнее, он знает меньше слов, да, ну и так далее. Соответственно, судя по всему, в связи с того среды в данном случае все в порядке, потому что интуитивно все слова произносятся верно. Ну хорошо, давайте, смотрите, сейчас, так как вы начали записывать, у вас как-то в голове повернулось, наверное, какой-то другой предмет, какой-то другой педагог пришел. Только пришел тот же абсолютный требование, он те же, как всегда. Так, давайте вспоминаем. Знаете, вот у меня к вам вопрос, мы с вами уже давно встречаемся. Как вы думаете, что бы нужно сделать, чтобы вам, вот лично вам сейчас активизироваться, и, например, и звук, и губы, и зубы, вот, давайте попробуйте сделать вот ряд упражнений, достаточно быстро, лично вот вам, которые бы помогли. И что же это такое? Интересно. И я средь бурей жизни шумной искал внимание красоты. Нет, стоп. Так, господа, сейчас тоже... Слово «я», да, к сожалению, вот я именно с вами борюсь. Вот так как я все время жалую на вас, потому что у вас очень аморфная интонация, это очень проявляется в буквах «я», «ё», «е». Это так называемые ютированные глазки. Я вас просто прошу против особенных барышей. Представляете, в виде и краткого, да? И глаз, например, «я», да? Это и краткое, и «а». Вот попробуйте написать слово «я» таким образом, и краткое, и «а». И тогда эта агитированность, она даст вам четкость глаз, вам не будет «я», не «я», а «я». Совсем другое. Вот эта энергия, например, слово «её» очень часто встречается. Она тоже учится всегда «её». «Её». Вот убедительная просьба активизироваться. Итак, ошибки. «Еа». «Средь буря жизни шумный искал немание». В-ни-ма-не-е. То же самое. Мягкий знак «е-э». Внимание. Смотрите, такое же слово. Внимание? Нет, смотрите, «не». Слово самое «внимание». Внимание. «Е», а у меня я просто написала «внимание». А, искал «внимание», извините, конечно. Внимание. Смотрите, у нас, во-первых, у нас одно ударение. Внимание. Но нас это не избавляет от того, чтобы произносить звук «не». И «я», как в виде и краткого, и «а». Вот попробуй, «внимание». Внимание. Нет, я не слышу. Внимание. Вот, вот, давайте лучше. Поехали. А теперь у меня к вам просьба, да, вот лично к вам. Если можно один раз, перекрыв, это противник, перекрыв, и сюда, из твоей злоба, да, поехали. Внимание сказать? Нет. Вообще все. Спасибо большое. Знаете, самое удивительное, вы слышите, что сейчас это громче? Да, громче, гнятнее, чем это. Хотя вам мешает рука. Давайте-ка еще раз. Уже без руки или с рукой? А, нет. Слухой, пожалуйста. Слухой. Даже с закрытым ртом я слышу, что в слове «прелестный» вы не сказали звук «п». «Прелестный». «Прелестный». Вот отталкивайте «прелестный». «Прелестный». Ага, вот. «Прелестный» у меня в детстве. Нет. Вот давайте так, чтобы я слышала каждое слово, при том, что вы перекрываете себе рот. С максимальной четкостью. Давайте. Сначала. Да. Да. Так, и все, больше. Убирайте. Еще раз. «Глаза прелестные» читали. «Глаза прелестные» читали меня с улыбкой и любви. Так. «Уста волшебные» шептали, мне звуки сладкие мои. Так, теперь «Уста волшебные» шептали не ваши волшебные выста, а чьи-то шептали пушкинам. А вы, тихо, «Уста волшебные» читали. Нет. Это не мужа шептали. У вас это от голоса не избавляет. Так, теперь давайте вспоминаем, как настраивается голос. Давайте попробуем. «И я средь бури жизни шумной, искал, внимание красоты». Нет, а «искал» вы это вообще ли? «Искал». Как было? «Искал». «Икал». «Искал». «Лор». «Искал». «Искал». Выбирайте руку. «Искал». «Искал». Да, вот. «И я средь бури жизни шумной, искал, внимание красоты». Нет, мы потеряли. Вот давайте поймаем с вами. «И я». «И я». «И я». «И я». «Ага». «Средь бури». «Средь бури». Нет. «Средь бури». «Средь бури». «Средь бури». «Средь бури». «И я средь бури жизни шумной». «И я средь бури жизни шумной». и я средь бурей жизни шум и искал внимание красавка внимание красоты глаза прелестные глаза прелестные прелестные читали меня вопрос вам сейчас больно горло я уверен что я до этого не жалуюсь что было больно это говорит о том что у вас не больной просто вы так себе придумали всех у вас ничего не выходит науке снова как это все расслабляйте вот это мальчик не было назад и представьте на руки глаза что на пляже шарит море и где-то вдалеке вот вам лично вставать я уже плещется в воде и вам нужно позвать и таким образом сделан через движение прям я прошу расслабить голову что вы делаете а я делаю вот по минуте пола вот такой форме расслаблениями и очень хорошо еще раз и и еще раз и и и что я имею ввиду имею ввиду вот туда эй и а теперь прям движение и и повторить это без такая история одна рука на затылке другая рука у нас держит пробородок вот здесь если прислали а по идее находиться на нижней челюсти что мы наоборот запрещаем себе это делать помните мы пытаемся зажать и я средь буре жизни шум 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 и искал искал и искал 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 внимание красоты искал внимание красоты искал искал внимание красоты и я средь бури жизни шумный искал внимание красоты глаза прелестные читали у меня с улыбкой любви 100 волшебные шептали мне звуки сладкий мои три точки вот я не знаю как вы делаете только психологически смотрите вы не заканчиваете фразу внимание красоты . глаза прелесть смотрите там ждет перечисления глаза уста вы перечисляете вот это есть правило перечисления господа например удобно бобры носороги мы перечисляли все кто был в зоопарке глаза уста нос и ушные раки мы все читали мне жаление страстной любви и как бы они не были разбросаны мы понимаем что схематично это перечисление вот и все поехали еще раз сначала и я средь бури жизни шумный искал внимание красоты глаза прелестные читали а очаровательная помните был такой фильм от рождения вашей тети там же герканян так читал письма ты ваша тетина наследствует двадцать пять тысяч и я средь бури жизни шумный искал внимание красоты глаза прелестные читали меня с улыбкой любви устал волшебный шептали ну не могу я вам еще вернусь но вы на то как звучали вы слышали все голосом человека красоты есть я писаю он его наконец-то решил обложить спасибо с помощью пляжа так давайте вам я предложу например какую историю вам я предложу вы сможете записать вторую строчку что все это я должен читать вот вам будет нет нет вам например будет деточка все мы немного лошади каждый из нас по-своему лошадь вот по поводу кстати слова лошади и арфаэпи в слове лошадиные например жасминовый и лошадиные и в конкурсе нельзя акать не жасминовый чай а жасминовый это между между а и жасминовый то же самое слово лошадиные будет практически после ше лошадиные деточка все мы немного лошади каждый из нас по-своему лошадь теперь со знаками припинания там деточка запятая все мы немного лошади двоеточие каждый из нас по-своему лошадь . все мы немного лошади каждый из нас по-своему лошадь дать вопросу о запятых на варь даже дело веточка мысль закончилась дальше пойдет же обращение веточку моя ну куда же ты конечно не надоело то что ты постоянно наступающие на какие украшения не наступали пожалуйста на дедочка не наступать пожалуйста смотри девочка волос помогать и потому что у тебя была цель здесь тоже сам дедочка все немного лошади ты идешь туда отлично дедочку делаешь сама цель есть такое понятие речевые синтагвы в любом тексте их маленькие подтексты вот таким образом получилось что у него деточка это некая смысловая единица это неправда деточка все мы немного лошади вот это уже является смысловой синтагвей деточка все мы немного лошади каждый из нас по-своему уже него сделать сезону при этом при этом на запятой ставить сезону деточка все мы смотрите на неправильно меня поняли то есть либо мы делаем огромные паузы и отрезаем интонацию либо если оправда продлевать мысль то мы вообще не делаем сезон смотреть психологично просто психологическом продлении мыслей нет все много лошади весь не было в полторы секунды но мысль не остановилась где дело не в паузе пауза может длиться по и не за 50 секунд но смысловое тяну и дальше поехать деточка все мы немного лошади каждый из нас по-своему лучше отлично кто согласно меня деточка все мы немного лошади каждый из нас по-своему лишь а теперь двоеточие что обычно в русском языке и двоеточие а именно то есть он говорит да нет и утверждение деточка все мы немного лошади а дальше расшифровывать каждый из нас по-своему лошадь он могут поставить . но поставить двоеточие поехали деточка все мы немного лошади каждый из нас по-своему лошадь каждый из нас по-своему лошадь отлично теперь даже звучит неплохо давайте чуть-чуть еще вас оптимизируем поехали нет без звука смотрите я это делаю за руку получится вот отлично теперь смотрите мне главное чтобы звук и нашелся да хоть немножко вот а теперь да отлично да да еще раз грамм 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 и теперь давайте почувствовать грамм и вот там у меня дедушка попробуйте также это сказать грамм деточка так сказать да грамм деточка нет нет чем ваш грамм отличает от моего тем что у меня он звучит грамм ма 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 это настройка голоса у вас он грамм беззвучный пойди дедушка Нет, окей, хорошо, но неудобно вам это упражнение, давайте попробуем. Я хочу вывести вас оттуда уже. Давайте попробуем тоже это сделать. Деточка. Деточка. Так, вот. А теперь, смотрите, та же самая ошибка. Я как бы выполню упражнение, но все равно вот настолько. А я прожила вот туда, на лопатки, на лопатки кладите голову, пойдите. Деточка. Молодец, а теперь тоже эй. Эй. Ой, как хорошо. А теперь эй, эй, эй. Эй, 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 э А может, вытаскиваем волос и попробуйте его услышать. Вот послушайте, как это, звенит, не звенит, глухо, близко, далеко. Вот сами услышите и сами мне расскажите, что услышите. А по вороту чуть ниже. Ага, ну и как вам? Другой какой-то. Вот, а где по вороте? Эй, а сказать, другой какой-то, но тем же голосом другим. Эй, другой какой-то. Правда другой? По-моему, гораздо слышнее голос. Сложно. А почему? Сама слышу, что слышнее. Ага, тут я не повторю. Сама, сама слышу, что слышнее. Вот попробуй вот это зафиксировать. Сама слышу, что слышнее. Вот. А теперь Сама слышу, что слышнее. Сама слышу, что слышнее. Сама слышим, что слышнее. Р Benvaỏi мне opening border. Сама где А? У меня здесь просто микрофон. С-а-ма. Давай только его простучем. С-а-ма. С-а-ма, С-а-ма. С-а-ма. С-а-ма, с-а-ма. Ну, не нравится? Мне нравится. деточка 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 всем немножко лошадь всем немножко лошадь каждый из нас по-своему ложь каждый из нас по-своему ложь терпеть время голоса хорошо согласно хорошо но не любите волос знаете по невскому я положу и упал и весь невский смеется а он заглянул и видит что за каплящик каплящик катится из глаз лошадиных он к не обращается лошадь не надо ложь слушать и что же вы думаете что вы их площадь веточки все мы немного лошади каждый из нас по-своему ложь попробуйте так красить максимально тепла деточка все мы немного лошади каждый из нас и тянется страшно каждый из нас по-своему дочери задание интонации смотрите выберите что-либо не крати плакать перестань либо запретить плакать либо успокой ну что это ну не надо выберите что-нибудь утешить запретить но выберите деточка все мы немного лошади каждый из нас по-своему лошадь просто это тоже как пример польский горнолыгий курорт и там учатся четырех летних детей кататься на горных лошадей и вот пазлит там польский ребенок гдеточка все мы немного лошади каждый из нас по-своему ложь смотрите да теперь нет что сказать вот не к логическим настроены были на одно и на вас голос сразу подключился к вопросу когда я говорю о мотивации вот сейчас была мотивация как-то это прочесть вы стараясь может быть голос вас не послушался зато как он озвучился там у вас в чем секрет да гай гоняй за одним гоняй за очень сложным да у нас хотя бы подключается техника что уже очень хорошо показать один из примеров вам приду трагически из моей биографии недельной давности но очень поучительных театральный фестиваль в комитете которого состою и очень много проблем очень-очень много проблем и день был тяжелый и вот вечерний фестиваль не пришел синоптиз пьесы на чешском языке пьесы никто не знает я вынужден перед началом спектакля синоптизе только у меня зачитывать это аудитории тут я слышу задний криток бабки не слышно я думаю я сценарий чисто казалось я знаю что было слышно поднажимаю быстро и не слышно заканчивается заканчивается первое место поступают бабульки почему это не то почему вот там на сцене бред какой-то нам не нравится почему нет синопсиса и почему вы так быстро и так не слышно разговаривайте и мне настолько случился какой-то вот перекреп психологически что воздумаю руки крем это было в пае и мотиваюсь это было рассказывать историю потому что у всех у нас были такие мотивации у меня в ту минуту тогда любому что бы мы ни сказали доходить до самого последнего ряда вот этот вопрос так следующий давайте жизнь отдайте бы мальчику макинтоши резиновым здесь у нас что было а у вас был пушкин у вас был маяковский а у вас и красаверяя жизнь я дать его мальчику макинтоша резиновым и закройте глаза ему в вашем платье уже смена вам как раз вот смена вылезти в вашем платье уже смена вам в шумном платье муаровым шумном платье муарова это важно так в шумном платье муарова 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 да это такой материал то есть платье муарова е значит им платье муаровым ну попробуем что же это скажет вот эти жизнь отдайте вы мальчику макинтоши резиновым и закройте глаза ему в вашем платье уже смена вам в шумном платье муаровым в шумном платье муаровым проверяем знаки пропинания жизнь отдайте вы мальчику макинтоша резиновым запятая и закройте глаза ему в вашем платье уже смена вам в шумном платье муаровым спитая что на платье муаровым точку но если бы слова с точки зрения макинтоши то господа просьба у всех внимания там будет очень много археопических правил вот оно не простое жизнь отдайте вы мальчику макинтоши резиновым и закройте глаза ему ваше платье я уже сменену вопроса чем мы слушаем слушаем мы явно не ушками то слово Жасминово я повторяла буквально 3 минуты на глаз Жасминово 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 читайте господа к правилам слове отдайте достаточно сложно если у нас кричать две согласные на безударные слоги например в слове отдайте то первое согласное уподобляете позвонкости или глухости второй теоретический фитурас на практике их не могут слово отдайте да вторая д звонкая первая глухая т уподобляется д и получается длинный д отдайте тоже было бы наоборот если бы вторая была мы найдем этот пример где вторая глухая и первая отупилась отдайте жизни смотрите за мне жизни отдайте вы мальчику в макинтошку вот это просто нет мальчику макинтоше мальчику в макинтоше ревиновом и закройте е и краткая да глаза не нет что вот дальше правило если у нас на стыке слов 2м например шумным платьем муаровым нам не надо говорит что шумным платье муаровым вопросы наше м тянет гораздо длиннее шумным платьем муаровым шумным платьем муаровым Но ни в коем случае нельзя это дело коротко. Тогда будет шумным платьем муаровым. Съели. И на двойное м. Платье муаровым. Попробуем воспроизвести. Жизнь отдайте вы мальчику в макинтоше. Нет, слышали все? Мальчику в макинтоше. В макинтоше. Так, еще раз. Жизнь отдайте вы мальчику в макинтоше резиновом. Вот, вот. Это здесь другая проблема. Не много ударности, а в принципе без ударности. Я не слышала ничего. Резиновым. Вот покажите мне, где ударение в этом слове. Резиновым. Нет, а где лбом? Резиновым. Резиновым. Вот, нет, вам нужно упражнение какое? Смотрите, дайте на одной звонкости. Резиновым. Все подчеркнем. Резиновым. Поехали. Резиновым. Нет. Хорошо, вспомните, как это делается. Нет, не буду. Нормально. Рези. Рези. Резина. Резин. Нет. Резиновым. 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 Нет. Хочу все вытянули. Все, все, все. Давайте. Быстро, быстро. Резиновым. Это все, чтобы были длинные. Резиновым. Резиновым. Вот, поэтому объясню, что вы не можете. Потому что вы говорите. Рези. Это вы в принципе глотаете. Видите, вам даже не дается. Попробуйте. Вы попробуйте умудрить. Резиновым. Да? Пять согласных протянуть. Резиновым. Хочу особенно акцент на. Резиновым. Резиновым. Не сможете сами? Попробуйте хорошо вот эту самую историю, да, когда мы сами себя слушаем. Продлеваем лучше рупором и слушаем сами себя, потому что иначе суть, почему не слышат. И скажите. Моноспектакль. Моноспектакль. Вы слышали все звучи? Я услышала моноспектакль. Спектакль. Спектакль. Нет. Лет, смотрите, она раззвучная. Спектакль. Спектакль. Резиновым. 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 Здесь как будто в том, что я не могу заставить. Это если он не уходит. Я не буду заставить, поэтому все. Вам я предлагаю... Сейчас, теперь, клоя вернулась. Лужит ли кто-то? Вот там тоже будет ароматическое. Кстати, бюджет, вот здесь было два правила в предыдущем примере, да? Двойные, значит, отупление или озвончение, да, согласно в начале слова. И двойные согласно на стыке. И жив ли тот, и та, живали... И жив ли тот... Нет, у меня... И жив ли тот, и та, живали... И ныне, где их уголок? Что там происходит? Вы как плохие зрители, что против антикона или... И ныне, где их уголок? Или они уже увяли, как сей неведомый цветок? Или они уже увяли... Как сей неведомый цветок? Смотрите, в слове жив... Никакой звучит, да, в в у нас не звучит, как в... Не жив, а жив. Конечно, она отцепляется. И жив ли тот, и та, живали... Конечно, и ныне... Значит, там автонас запятыми. И жив ли тот, и та, живали... Вопросительный знак сложно. И ныне, где их уголок? Вопросительный знак. Или они уже увяли, запятая, как сей неведомый цветок точка. Вот с вопросительным знакомым, как мы научились. И жив ли тот, и та, живали, и ныне, где их уголок? Или они уже увяли, как сей неведомый цветок? Нет, смотрите, вы сейчас сделали... Или они уже увяли, и утромится знак. Или они уже увяли, запятая. Опять же, проблема в том, что вы закончили предложение. Или они уже увяли? Нет. Или они уже увяли, как сей. Как кто увяли? Увяли, как сей неведомый цветок. И вот здесь попросить не знаю, что я не права. Или они уже увяли, как сей неведомый цветок. Нет, не было, наверное. Давайте так же вам попробуем. Эта фразу можно, да? Или они уже увяли, как сей неведомый цветок, можно ее шуручить? Попробуем так. Вот вы возьмете свой стул. Ты что, его руки взяли? Да, значит, пойдет зафладать сумку и бумажку. Сейчас у нас показывает вот такая сторона. Некая пластическая композиция. То есть, да, значит, показывает. Какая-то у вас будет происходить. То есть, ваша задача будет снизу поднять стул. Значит, на одном движении. Раз, два. И передать его мне, да? И все это воропить. То есть, это будет таким образом проходить. Или они уже увяли, как сей неведомый цветок. И только на слове «цветок» придать его мне. Или они уже увяли, как сей неведомый цветок. Видите, сразу с первого раза все получилось. Только потому, что у вас было единое действие, приходящее к последнему слову. Сразу интенсивно получилось. Попробуйте еще раз со стулом, потом повторите шедевр без него. Поехали. Или они уже увяли, как сей неведомый цветок. Отлично. А теперь еще просто вопрос задайте. Может, уже без стул. Этим всем. Или они уже увяли, как сей неведомый цветок. И еще и вопрос. Или они уже увяли, как сей неведомый цветок. Брав. Очень. Видите, очень просто. На самом деле. Просто. Так, давайте теперь попробуем, раз вы стоите, сразу у нас и голос пошел так хорошо. Тоже, давайте немножко просто прозвонимся немножко. И жив ли тот? И жив ли тот? Нет. Ваня, не сказала, что это жив по. Как купление. И жив ли тот? И жив ли тот? Вот, хочу попробовать. Тот. 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 И жив ли тот? И жив ли тот? И так. Живали? Попробуйте. И-та. 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 Живали? Живали. Вот, чуть-чуть откройте еще аппер. Живали. 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 Так, то есть, это звучало такое слово «живали», да? Про «живали». Живали. Живали. Это не сложно. Живали. И жив ли тот? И-та. Живали. А вот смотрите, да, в чем разница? Почему мы все скучим, да? Для того, чтобы за нами зазвонили. И жив ли тот? Если мы положим руку здесь. И-та. Живали. У нас грудь будет отзванивать прямо в руку. Вы попробуйте в первый раз сказать это. И-та. Живали. А потом повторить. И-та. Живали. Чтобы вы чувствовали, да, что грудь звенит. И-та. Живали. И-та. Живали. Вот, чувствуете, да? Вибрация. А теперь повторите. И-та. Живали. Но стоит точек зрения. И-та. Живали. Нет. Не слышу. Это попробуйте. Вы коротко давайте с рукой же вам. И-та. Живали. В руку. И-та. Живали. И-та. И жив ли тот? И-та. Живали. И жив ли тот? Условите, вам упорно хочется в «в» сказать. Она же на «в». Вот она. И-та не срабатывает. Жив ли тот? Жив ли тот? И-жив ли тот? Жив ли тот? И-жив ли тот? Нет, вот в сапогу. В руку, в руку. Чтобы она срабатывает. И жив ли тот? И-та. И-та. Живали. И ныне, где их уголок? Нет, мы потеряли. И ныне, где их уголок? Это вот ты, ну, прозвони. И ныне, где их уголок? И ныне, где их уголок? или они уже уверен как синий ведомый цветок или они уже у меня и вот почему боитесь шею шею боитесь на то же самое дать с вами вот эту историю полностью дырочки мы делали когда вот если пальцы положить около мочек открыв вот вот его дырочка а да 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 вот несколько да теперь да 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 а теперь тоже мало мало да а теперь расслабляем бал 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 проверяем нет вот чуть-чуть да и хочу вот именно для чего мы это делаем в а я переживаю для того чтобы потом очищить бау-вау-гау как хорошо когда свободно очень хорошо так очень хорошо это жевали и ныне где их уголок или они уже увяли как синий ведомый цветок а теперь да или они уже увяли как синий ведомый цветок или они уже увяли как синий ведомый цветок и теперь все целиком уже наверное наизусть вы знаете теперь да чтоб все звенело чтобы было ф вместо в слове жив да чтобы звук шел в грудь и чтобы челюсть была ослаблена всего ничего это жевали и ныне где их уголок или они уже увяли как синий ведомый цветок и звучите а вот только что звучали еще лучше давайте тоже еще и что же стоит попробовать и или они уже и они уже увяли как сей неведомый цветок как сей неведомый цветок вот цветок дошло то есть еще цветок цветок еще будет назад